Этот камень. Замечательно. Еще полсекунды. Кассет наверх переходит ужасно неудобно. А, вот я нашел. Еще секунду. Вы можете пока глазами смотреть тексты. Так, 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 так. Page. Page, 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 RU есть. Все, забава. Ну, хорошо. Посложився традиции, я по-наглому читаю первое. Нормально, принято. Никто не возражает. Хорошая традиция. Так, хорошо. Хама как-то подозрительно молчит. Ну, хорошо, я продолжаю. Итак. Ну, стоит одну минуту женщине помолчать. Все уже о чем-то подозревают. В Израиле не молчат ни минуты. Лешки хам и туратеха. Тем более женщины. Знаете, как наши мудрецы говорят? Что десять мер разговора спустился в мир, и женщины взяли себе девять. Это точно. Окей. Ну, хорошо. Мы тогда пользуемся одной мерой, которая у нас осталась. У мужиков, то бишь. И читаем. Гашки хам и туратеха. Это для того, чтобы они забыли свою тору. Это такая, понимаете, форма эфиля, когда тебе что-то навязывают. То есть это ты не сам забываешь, а тебя забывают. Окей. То есть тебе дают забыть. Окей. И это мы сейчас посмотрим. От ее тору, да? Да, да, да. От твоей торы, да. Принуждают тебя забыть, да? Ну, принуждают тебя, да. Можно сказать и так. Сейчас мы увидим это кусочек цитаты из той вставки, которую читают Алини Сим в Ханаку. Окей. Ну, хорошо. Читаем. И следует прояснить эту точку. Точку в смысле эту идею. Ведь известно, что первичная реакция греков при встрече с Торой Израиля была араца. Араца – это, блин… Почитание. Почитание. Даже больше, чем почитание. Ну, типа почитание, да. Араца – это, в общем, да. Почитание смешанное с, в общем, таком… Да. Ну, в общем, с хорошими чувствами. Правильно. Игерат Арис Аристиас. И вот это вот письмо Аристиаса. Тут есть носка. И нам известно из вот этого письма Аристиаса, в котором открывается, мы узнаем, насколько велика была радость мудрецов Александрия и мудрецов греческой Александрии, когда им стало известно, что Тора будет переведена на гречески. В Илуб Иерусалиме по этому поводу был объявлен пост. И тут стоит сильно удивиться по этому поводу. Мадуа цара эйнэну бэхах, чьи ивбешу эягоим им Тора. Муше? А почему же так вообще, говоря, нам… У меня плохой перевод западло было. Почему нам царат айн – это узость глаза, то есть мы как бы недружелюбно относились к тому, что неевреи встретятся с учением Муше, Муше, Турат Муше. Да? Есть по-русски похожие выражения. Ну как? Косит. Косится. Таратайна. Мы косимся на них. Наверное, да. Косика. Интересно. Просто у меня первый раз в этом губе. Я только думала… Ну да, таратайна. Косика дали. Окей. Ну хорошо. Нет, нет. Смотрели искусы. Искусы. Да, смотрели искусы. Правильно, да. Это прямо талька почти. Удивительно. Да. Кому с кого. Взгляд, он характерен. И поэтому в нескольких языках он появляется. Да. Окей. Эрэши ешла амод аль мегемата шэра торбута ябанит аль эллинисит бихлай. Но тут надо, вообще говоря, остановиться на общей тенденции греческо-эллинистической культуры в целом. Эн и и мэвателет эт эркан шэр тарбует ахэрот. Она вообще не аннулирует ценность или не отрицает ценность других культур. И ба рак. Слово рак стоит в кавычках, потому что как бы только, в смысле много только. И ба рак ле ахлилам бэ мизгерет шэр торбут аль. Она только их как бы включает в рамку такой общей культуры, или общеуниверсальной культуры. Я от себя добавил. Амуралы шамэш бэ тор эдегем идеали шэр торбут. Которая вот эта торбут аль, то есть сверх общая культура, она должна быть как бы идеальной. Амуралы шамэш бэ тор эдегем идеали, которая должна послужить идеальным образом, идеальным прообразом вообще культуры. Но я визу человеческую культуру, человеческую я от себя добавил. Которая при этом сохраняет, да, резервирует все другие как бы традиции, национальные традиции. Которая при этом как бы резервирует, сохраняет все остальные либо все национальные духовные традиции в качестве как бы отдельных частных случаев общего человеческого содержания культурного. Ну вот так. Батвисазу еш лазет маком шэль. Кавод лэ коль айцерот агделот шэйну шут. И как бы при таком подходе, при такой концепции, следует отдавать уважительное уважение всем великим произведениям человечества. У бихла взял и турат мушэ. И как бы внутри этого, внутри этого подхода. И учению мушэ, да. Тоже шэтишкон бэсифрия шэр Александрея. Это дальше такой юмор. Шэтишкон бэсифрия шэр Александрея бэмадав мэхуват мэот. Которая расположится на полке библиотеки в Александрея на почетном месте. И таким образом считается как великий большой вклад народа Израиля в человеческую культуру. Ну, все замечательно. Бэшкафазу, однако, но при таком подходе или мировоззрении. Эн ютэр цорах бэам Исраэль нету нужды в народе Израиля бэтор шэказэ в качестве того, которое существует. Ам Исраэль шамар альтохэн шэль хохмам и юхад бэмино. А народ Израиля сохранил или сохраняет. Ну, тут стоит сохранил. Альтохэн шэль хохмам и юхад бэмино. Он сохранил наполнение мудрости в определенном, как бы, в уникальном виде. То есть, еврейская мудрость, она представлена в Израиле шамар альтохэн, как бы, подход, он уникальный. Он сохранил уникальное содержание мудрости уникальной. Да, тохэн. Он донес, фактически он донес уникальную мудрость. Это вот было его назначение. Донес, он все может, негр сделал свое дело, негр может походить. Окей. Тараму то лэ тарбутэх лалит. Как бы, внес его в общечеловеческую культуру. У микан бэйлэ храшай улэ и алэ мина история. Ну, а теперь, как бы, он, да, правильно сказал Нахамад. Ну, а теперь он, как бы, вполне может оставить историческую сцену. Или, на крайнем правильном случае, он может, как бы, быть поглощенным и раствориться в общей человеческой, в общей культуре. Окей. И такой подход, такая концепция, она могла породиться только в результате не распыления, а что? Тиштуш. Спешение. Стирание. 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 Да, да, да. Стирание. Да, да, да. Тиштуш. Да. Стирание. 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 Грани. Грани. Здесь слова нет. Наверное, стирание различий между пророчеством и мудростью. Бень дварашем апоне элишиют леумит нетуна, между словом Всевышнего, которое обращается к определенному национальному личностному характеру. Ну, видимо, здесь идет не про человека, наверное, сколько речь идет. Наверное, к национальной личности. Ну, да. Ну, как? Ну, лично все-таки… Ишиют или… Ишиют. Не Ишут все-таки. Если был бы Ишут, то действительно… Было бы понятно. Ну, Ишиют, национальная личность. Ну, все-таки я думаю, что если в Ишиюту обращается не только, например, к Мошера Бэйну, а в смысле имеет в виду, что должен быть Амурш. Да, да, да. Идея такая. Да? У Бэйн хохмастамид. А, вот тут есть хохмастамид. И это между ней и между, ну, как бы, обычной общепринятой мудростью Натулактовед, в которой нету специального адреса, к кому она обращена. Которая не обращается к духовной основе человека. Избиро Раф Юда Ашкенази, объяснил Раф Юда Ашкенази… Манитуда. 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 У него такая, ну, кличка эта, плохо по-русски, прозвища была. Что в этом заключается смысл формулировки вот этой вставки Алянисим за чудеса, да, которые читают в Муна Исрея, которые читают в вставке на Биркон, благосостояние после еды. Кше Амда Малхут Яван Араша Алямха Исраэль Ле Ашкиха Митруна Терха. Вот это как раз сказано вот в этом, там это имеется в виду, вот в этой вставке Алянисим, в словах, вот эти слова. Когда стояло, либо восстало, либо противостояло, противостояло греческое царство, злодейское, против народа Израиля или на народ Израиля, для того, чтобы забыть и принудить их забыть твою Тору, твою, в смысле Тору Всевышнего. Идея заключается в том, что хотели, как бы, принудили забыть имя Израиля, а не его Тору. Где это сказано? Яван Аша Алямха Исраэль Ле Ашкиха Митруна Терха. Ну, как бы, можно понять. Я не очень понимаю, тут же написано имя Тору. Ля Шкахам, то есть забыть Израиль из твоей Торы, то есть Тор останется, а Израиль устраняется. Наверное, да, вот это вот М, наверное, мем. Они будут забыть Тору. Да, ми Тор Атефа, да. То есть Папша, то это заставить Израиль забыть твою Тору, а здесь он обыгрывает другой смысл, чтобы устранить Израиль из Торы и забыть его. А Тора останется на полке в Александрийской библиотеке. Да, да, да. Разделить между ними. Да, да, да. Что Тора и народ Израиля, это не одно. Да, это вот все происходит из-за этого вот мема. Я пытаюсь его выделить. Да, да, да. Окей. Чем ашму то, шарацу? Смысл это заключается в том, что шарацу в лашки хэтам Исраиль было это Торато, да. И смысл это заключается в том, что стремились, но опять вот тут как бы этот эфир стоит, который в одно слово не перевести, принудить Израиль забыть имя Израиля, а не твою Тору. То есть твоя Тора, Сабабер, нет проблем встать на полку. А вот Ам Исраиль, ты не надо. Я хэ зэ шэль араца, а турак и хохма. И вот это вот отношение, как ты говорила, ну да, уважение, все-таки какое-то другое слово есть русское. Ну хорошо, уважение, да, уважение Торы, да, в смысле Тора от Моше, да, в качестве мудрости, да. Пиетет такой, да? Так подойдет? Да, пиетет. Пиетет, почитание, да. И когда говорится Моориц, это может быть и футбольная команда, понимаешь? Это люди, которые фан, вот это то, что называется фан, понимаешь? Насколько я понимаю, по-английски. Лэхабет это уважать, понимаешь? А вот Лоориц это... Тениц, ну, может быть. Что-что? Тениц, может быть. Это Лоориц или фан. Ну, неважно, действительно, народ понял. Лоориц, окей. Эх же хоа, вылокит варашем. Итак, вот это вот отношение к Торе как к мудрости, а не как к Слову Божьему. Улитла э лааха зман раф, гам, это редифод антиохос. И вот этот такой подход, отношение к Торе как к отдельно взятой мудрости, а не как к Слову Всевышнего, и породило через какое-то значительное время преследование антиохоса. Авал и ашкахат, энээм, чили Исраэль, кадма, лаэн, бэарбэ. Но ашкахаты, затемнение глаз Израиля. То есть, ну, как бы понижение статуса, вообще говоря, народа Израиля. Это я от себя добавляю народа Израиля, что к нему Слово Господне и так дальше. Но это все ашкахаты энэм, да? Потухание глаз. Обычным народом, обычным народом его сделать. Ну, касательно, да. Окей, я не против. Кадма, вот это вот действие, оно предшествовало, значительно предшествовало этому, вот с непреследованием антиохоса. Дальше. Нет, это не сделать обычным народом. Это действие, которое произведено с ними. Что у них затемнение глазах настолько в Александре, что они не понимали, что происходит. И радовались тому, что этому. Да, он подчеркивает. Это то, что случилось. На самом деле, как бы, они сами, что ли, Англеб сказал, что они сами виноваты. Но их как бы так затянуло, это культура... Это было логичное объяснение. Ну, типа скалы. Современно, наверное, скалы, типа скалы было, да? Окей. Что они... Обычный народ с обычными культурными... Да, естественно, это необычные. На них это повлияло. Да. Они говорили, что обычно тут же как бы стоит... На них повлияло и затемнело их. Да. Стоит эфиль. И эфиль это всегда как бы... Это сильное действие. Не забыть, а сделать им, чтобы они забыли. Ну, с тем, что сделать. Ну, да, забыли их. Повлияли на них, как затемнели им глаза, да. Все правильно. Еще чуток. Амру Хазаль. И вот, что сказали мудрецы. Брешит Раба. Приводится откуда. Александр Мукдон. Вот так навеки называется Александр Мукдон. Александр Мукдон. Каваш Рух Сфонит Шеляолам. Он захватил... Написано вообще «Северный ветер». Что-то я не помню. Северное направление. Северная сторону света, да. Северную... А, да, правильно. Северную... Я бы не догадался. Северную сторону света мира, да. Это же Рух называется. Да. Рух Маара Витвы. Рух Дрюмит. Да. И западную, и южную сторону. Вилу Рух Мизрахит Локаваш. А вот до востока он не дошел. Ахэн Ядуа. Шилу Алабы Ядаф Лышахнеет. Хэ Алаб Ликбош Мизраха Меоду. Известно, что ему не удалось убедить своих солдат захватить к востоку от Индии. Танатам Айташ Зеквар Рахок Медай Мияван. Их аргументация была, в смысле его солдат, которые не убедились, что это слишком далеко от Греции. И стоит как бы поучиться у Хазаиля, понять из того, что говорили мудрецы. Что внутренняя причина такого отказа была в том, что восток, в том смысле, что оттуда свет выходит в мир. Это в сборнике Медрашея Медбар Раба. И поэтому в восточных культурах, не знаю, что-то не востоку к миру, наверное, что-то на востоке, скажем, осталось до сих пор, в смысле до сих пор на то время, осталось впечатление, вот это вот бытовавшее у них первичное древнее ощущение, оно осталось как бы в силе. То есть захвата греческого влияния там не было. И поэтому греческий ор не был способен его как бы погасить. Вот это вот очень загадочное место, да? Может быть, Александр Львович нам поможет. Он в прошлый раз говорил про Индию. Здесь как раз говорится, что у вас в истории осталась вот эта древняя память о древнем откровении. Да, если мы помним в наших книгах, сыновей последних от Ктуры он отправил на восток и дал им подарки. А еще раньше написано, что из Ганедана вытекает четыре реки. Мы постигли три реки. Мы были в египетском рабстве, вавилоном и культурой набрались. А восток нет. Если взять то, что говорили о детях Ноафа, да? Если вы помните, Шем, Яфет и Хам, да? То Яфета он дал вот и сказал, что будет расширяться. И захватил он север весь и запад. А нам, да, он отдал восток. И там сказано, что это все принадлежит нам. Ну, а Хаму Африка там и просит. Так вот, Александр Македонский не смог туда пробиться. И там он ничего не переделал. Он не повлиял на эту культуру. Они сохранили самое-самое древнее, что есть. И надо отдать к должному и мое почтение рабу Шерке, что, пожалуй, он единственный из современных рабов, который глубоко изучал веды. И поэтому тот, нет-нет, у него все время сквозит вот эта глубина оттуда. Потому что фактически, ну, это вот только мы сохранили учение о Боге, да? Ну, это, наверное, звучит кончуственно. Но мы единственный народ, который сохранил внутри себя учение о Боге. И индусы, древние инды, они сохранили это как память. И через это сквозит это все. Ну, вот и здесь он так мягко, чтобы не вступать в конфликт. И он говорит, туда-то он не очень, чтобы. А оттуда немножко нахватался. Потому что северную часть, северо-западную часть Индии, он все же туда вошел. Частично он нахватался. Но он ученик ведь Аристотеля, правильно? А Аристотель конфликтовал с Платоном, который говорил, что дух, что у всего материального есть духовная корня. Я все сказал. Окей. Ну, хорошо. Более-менее, как бы, ну, это немножко такая загадочная история. Ну, мы с вами примем ее. Окей. Сэддон. Мы сейчас далеки от Востока, мне кажется, ну, как идея. Окей. Это же не очень понятно, сколько у солдат было право вообще что-то такое. Куда-то идти нет. Ну, ладно, оставим это в стороне. А имя Штокефла, это Анаша, Атора и Дибур, Вилох, Охма. О. Вот это уже возвращаемся. Есть ли вообще смысл, да, в утверждении, что Тора, она, она, как бы, является речением, а не мудрости. Там сохранились какие-то определенные... Это ты про что? Это ты про что? Слуха, это ты про что? Мне кажется, Анаша, Анаша хочет про Восток сказать, но она пропала на сердце. Пропадает звук, она самая. Да, да, я думаю, она вернется и скажет, потому что... Окей. Неоднозначная вещь. Итак, в то время, когда божественное присутствие, ну, как бы, было, освящалось или было в мире, да, и Всевышний Благословенный имя его говорил, Баруша, Ая, Токеф, Летана. Понятно, что вот в этом утверждении был смысл, да? А вы помните, да, какой смысл? Смысл в том, что Тора – это речение, а не мудрость. Аваль. Лахарше. Паскан и Вану. Но после того, как пророчество закончилось, остановилось, Аимзу Адайн легитимили Ротбетура, Дибур, Ошма и Ракохма. Но после того, как остановилось пророчество, действительно ли является легитимным до сих пор усматривать в Торе речение? Или, может быть, это просто мудрость? Умера Талмуд, говорит Талмуд. Как только греки вошли в храм, они осквернили все масла, на парусе так ударение, которые в храме. Но есть другая версия, по которой греки вошли в храм, в Таму, коль ашманим шеабихай. Не Тиму, а Таму. Часто говорю в Карантии, даже не очень понимаю. И то, и другое, как бы более-менее одно и то же, только что... Нет, само-то оно осквернилось само, когда они вошли. И они осквернили, а они вошли, и тут же масла осквернили. Наверное, да. Наверное, да. Да, правильно. Потому что то, что здесь стоит Вову, Беньям, Пиэль, это всегда активно. То есть это кто-то делает. А здесь действительно, хотя это как бы не фаль пассивная, а просто фаль, но тем не менее действительно по отношению к этому Пиэль, это действительно они сами. Да, наверное, да. Хотя бы я бы все-таки поставил НИТ АМО. Ну, неважно. Там же нету Нуна, да? Просто там нету огласовок, наверное. Поэтому можно и так, и так понимать. Наверное, да. Да, наверное. То есть от самого факта их входа в храм осквернились все масла. Это в образе, я добавляю от себя, в образе масла, которое не сливается. Другое, наверное, слово есть. Не смешивается. Смешивается, да. Которое не смешивается в воде и как бы тоже не плавает. Вплывает. Как-как? Всплывает. Ну, всплывает, да. Вплывает, всплывает на воде, на поверхности воды, а как бы не опускается, вглубь не тонет. Ибда этому шмута. Сейчас. А, да-да-да. Ну, то есть вот ибда эта шмута потеряла свой смысл. То есть что потеряла смысл? Уникальность Израиля в качестве масла, которое не смешивается в воде и находится сверху воды, потеряла свой смысл. Почему? Потому что эти самые... Это я от себя добавляю. Потому что эти масла, они осквернились, да? Лихора, аяма комлита... Свойство это оно потеряло, не смешивалось. Да. 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 Лихора, аяма комлита, аната ибанимша, атора, эйна, эла, микрепрати. Это как будто представляется, что вообще у греков могло быть как бы основание для их утверждения, что Тора, она не более чем частный случай. Сук, шель, фольклор, эхат, минэ, рабин, шель, табу, клалит. Ну, разновидность некоторого фольклора одного из многих общей культуры. Тааназу энай хула лейтбарер, а лиды ни цахон сваи шиу мекри. И вот это утверждение, оно не может проясниться путем военной победы, которая сама по себе является случайной. Потому что когда-то может быть Израиль более сильный, а когда-то могут быть Греки более сильные. И поэтому была необходимость в чуде. Поэтому была необходимость в чуде, вот этого кувшина с медом, для того, чтобы утвердить, показать, а засвидетельствовать, что даже когда нету пророческого открытия, адай, шураш, хинабам, израэль, несмотря на это, присутствие Всевышнего находится в Израиле, поэтому наша война справедливая. Речь идет о другой разновидности, в другом виде света, о свете, который свет внутренний. Нет, здесь, наверное, ора по ним, свет лица. Да, наверное, свет лица, правильно. Хотя вот это вот ороф, понимаешь. А ороф – это затылок. Лицо и затылок. Ну, может быть, да. Хотя, я не знаю, такая анатомия. Ну, может быть, да. По ним и ахураем как раз. Ну, да, ну, то есть как бы в любом случае есть дело о том, что свет идет о свете, который распространяется как бы вперед, да, и свет, который назад. Наверное, свет, который назад – это греки, а свет, который как бы израил – это вперед. Честно говоря, скажешь, мне это было стопроцентно понятно. Откуда-то из масла выходит, кто куда, в какие стороны светит. Нет, свет лица имеет в виду диалог, да, что если Всевышний в диалоге, то есть он обращается. Тора продолжает быть речением. Да, вот это свет лица, потому что с кем я говорю, я вижу его лицо. А задняя часть – это когда уже что-то сказали и поставили книгу на полке. То есть там уже нет речения, нет диалога. Ну, на них. Когда люди обсуждают что-то, тоже это по ним, муль по ним, лицом к лицу. Ну, в принципе, да, окей. Я тоже, на самом деле, не очень понял, почему война из-за этого справедливая. А при чем тут исчезновение пророчества? Там же оно было бы еще? К этому времени, наверное, уже нет. Нет, нет, пророчества уже не было к этому времени. А чудо, при чем здесь? Чудо вот доказало им справедливость. Не просто так ребят победили, а еще поставили штамп им вот чудом. Не просто так здесь все было. У нас здесь победа в войне не была случайной. Иначе мы могли подумать, что она случайной. И это означает, что у Таре до сих пор остается значение актуальное, жизненное. Ее нельзя поставить на полку. У нас продолжается диалог, может быть, в другой форме. Чудеса иногда. Иногда чудеса открытые, иногда скрытые. У меня вопрос... Как раз открытые чудо видят о том, что здесь было скрытое чудо. У меня вопрос конкретный. Что-что? Извини. У меня есть вопрос конкретный к знатокам. Я не понимаю, здесь Рава Шерки Бехляль. Если они не разбили кувшинчики, если они их не открывали, то как могли космония различить кошерное от некошерного? Вот в Хабабе вино закрывали. Традиция говорит, что это было запечатанное. А остальные? А остальные не были. На самом деле, на самом деле, Александр, Рав Шерки не говорите здесь, что неверное понимание, что они осквернили масло. Они действительно осквернили. Так или иначе, они осквернились. Но он находит, так сказать, это часто бывает в толковании. Тары, но этот же прием мудрецы часто применяют и слова мудрецов самим себе. Чтобы, когда находишь в них какие-то дополнительные смыслы. Но смыслы можно много найти. Я к чему говорю? То, что написали к чему Поля Шаманин, что так вот написали, он, видимо, предполагал, автор, который это писал, что можно понять двумя смыслами. Вот так предполагает Рав Шеркин. Например, казнить нельзя, ну, казнить нельзя, а помимо там противоположный смысл. А тут один смысл дополняет другой. Просто мне кажется, что здесь некоторое, ну, может быть, мистическое, может быть, специальное, есть подтасовка. Тогда, в тот период, вот, особенно в начальном периоде, когда Матитьягу был, да, что воевали-то со своими, это была гражданская война. И только, начиная с его сына, когда объединился народ, она стала уже освободить. Есть такое подозрение, что вот осквернили, это свои специально сделали, а один не смогли. И здесь вот, я именно поэтому спрашиваю. На самом деле, там есть, как бы, такое дело, но в данном случае, это как бы практически что-нибудь большая. И мне непонятно, еще одно, потому что, по-моему, для любого еврея совершенно очевидно, что мы выиграли войну за то, чтобы остаться евреем. И мы резали своих же братьев, так же, как резали левиты, когда там вот золотого тельца сделали, как это все уже было у нас в истории. Резали только, чтобы остаться евреем. Мы элиту свою вырезали. И больше вопрос у меня, и Бог утвердил эту резню, братскую резню. Он утвердил этим чудом. Меня смущает другое. Есть ли в Хануке легатимация того, что сейчас надо эту резню убирать или начинать? Вот мой вопрос для Хануки. А как это может быть? А как? У нас есть, которые идут по эллинскому пути, как раньше. Вы так далеко все берете? Это совершенно... Ситуация абсолютно другая. Саша, резать никого не надо. Все-таки ситуация тогда была прежде всего. Давайте сразу скажем, резать точно не надо. Не надо. Не в этом дело. Это было... Греки тогда здесь властвовали. У нас не было государства. честное в это время, насколько я понимаю. И ее не было еще даже и долго после победы вот этого чудо-спаса. Конечно, никогда. Нет, после чудо-спаса там... Но религиозная была. У нас не было государства, а религиозную мы выиграли тогда. Поэтому Равширский говорит о культурном противостоянии в первую очередь. Может быть, Андрей, может быть, твоя идея верна. Да, да. Речь идет о культурном противостоянии, о двух подходах. Он же говорит свет против света. Это тоже интересно. Но я не могу резать своих собрать. Нет, тем не менее, я считаю, что есть огромный... Все-таки, когда мы собираемся это приравнивать к сегодняшнему дню, огромная разница есть, когда у нас есть государственная самостоятельность, а когда у нас ее нет. А, ну да. Это да. Может быть. Может быть. Может быть. Послушай, эти разговоры, они известны. Я прошу прощения, что я на ты перешел. Эти разговоры, они известны. Понимаешь, Израиль, войска, государство и все. Это отбивается очень просто. И это настоящее еврейское государство, самое еврейское. Еврейское, конечно. Да-да. Из любого еврейского образования на земном шаре. Никакие хаббатские общины там и все прочее. Да-да-да. Жизнь здесь. Понимаешь, так что сто процентов. А убеждать надо. Убеждать надо сто процентов. Но путями как раз Шеркин убеждает. Знаешь, он же вообще говорит, что надо с хелоним разговаривать на языке хелонима. Правильно, я тоже так считаю. Окей, давайте продолжим дальше. Нет, я просто сказала, почему нельзя сравнивать. А вообще развития, конечно, очень много. Я согласна со всеми. Ладно, продолжим. Окей, читайте все. Я и так забрал себя очень много слегка, пожалуйста. Так мне читать, или Андрей, кто у вас там? Не знаю. Философия Мбуа. Давайте я буду читать. Философия и пророчества. Как мы говорили выше, чудо с маслом намекает нашим мудрецам, что у хануки есть смысл в чьем истории. Там бы иметь галут. И этот смысл он остается и в дни галут. Мазь я мушмаут в эра шельные сапах в дни хошихат галут. И каков смысл света этого чуда, каким он стал в темный дни галута. И смысл в том, что борьба культуры, которая началась в временах Хасманеев, не закончилась в временах. Она продолжается долгие дни. Ты знаешь, что такое, Андрей? Бибаго. И представляется, что можно понять это в свете рассуждения раба Авраама Бибаго, который был одним из великих мудрецов в Испании в поколении предшествующему изгнанию из Испании. Бесифро Дерехамуна, который он приводит в своей книге «Путь веры». Раби Авраамуна, он спрашивает, почему изгнание идома, римское изгнание продолжается так долго по сравнению с галутом египетским и галутом в Веронске. Шарху раб мотаем в эсер в шивим шана. Продолжительность которых была 210 и 70 лет. Умыши шиколь галут бали варер это эфрэш бен ассехе аэльон клюмар анвуа у бен и хад амитхаримло что каждое изгнание приходит для того чтобы прояснить разницу между высшим разумом а именно между пророчеством и между одним из ее конкурентов вас амитхарим 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 агдума шипетха адкцеха ахавон это их это ихольтам шелахушим в Египте это было чувство ощущение а именно древняя египетская культура развела до последней границе до последнего возможности, их чувственные способности. И это появилось во всяком колдовстве и всякой мудрости этих самых египетских жрецов. Жрецов, да, колдунов, там видимо были шаманы, блин, а в Вавилоне этим конкурентом было воображение, холома, а кишарона в Вавли, лефатех это улама демьон в хохмат холомон, а в астрологии, а в дорад малахин. А именно в Вавилоне была развита способность к развитию воображения и трактовки снов и астрологии и наук об Англии. И в этих случаях не потребовалось много времени, чтобы доказать превосходство пророчества. Но в Галуте, в римском Галуте проясняется различие между высшей мудростью, и между тем, что Авраам называет чувство разумности, соображение. И понятно, что он имеет в виду греческую философию. Который представляет себя как равноценный пророческому разуму. Но на самом деле это нечто большее, как чувство. Микки Ивановича решит, а хротэга шэль ахминага хушэль. Потому что все же изначальное познание приходит от чувств. Но поскольку вот это вот различие, оно очень тонкое. Оно будет продолжаться изгнание Израиля, пока полностью не прояснится разница. Продвинь дальше. А, да, слыха. Вот уже конец. Это все? А, да. А, да. А, да. Пророжение философия прояснилось в учении Имнаэля Кана. И пришел к выводу, что невозможно их постичь. Поскольку любое понимание, оно основывается на чувствах. Умиас. Кошла философия. И с того момента она… Подкнулась, наверное. Подкнулась, отлично, да. И уже не может встать по-прежнему. Тек. На некотором стратеге Канта. Уфия лешона, ал-абама бенлоуми, район лаким михадаш, мгдина, въяхудим. И немедленно, после смерти Канта, первый раз появился на сцене истории идея создания еврейского государства. Наполеон, который в первый раз привел Наполеон, когда он захватил земли за армию. Когда кончилась борьба с греческой философией, Галут оказался уже лишним. Нес паха шэм и сегета матрато, веге азман дашу в лицил в лихадеш ефмашмолто лаумит шельфанука. Чудо горшочку масла уже реализовало свою задачу. Теперь пришло время вернуться в Сион и обновить смысл, национальный смысл фанука. Дай Бог, чтобы в наши времена мы могли заслужить вернуться и зажить святые свечи в храме. Азамно бешув шхинат Ашем бетухену, бешув шхинат Ашем бетухену, бешув шхинат Ахену леоланин. И тогда, когда вернется присутствие Всевышнего в наш мир, амэн кен и рацион. Амэн кен и рацион. Оказалось, что действительно нечего больше делать этой философии. То есть до того момента, что философи все-таки упирались и думали, что они несут нечто большее, чем просто анализ своих собственных чувств. До того времени действительно нам казалось, что это какая-то отдельная сила греческой философии. Не то, что философия умерла, с этого момента началась другая эра, другой философии. Философия в основном стала такой осознанной философией, феноменологией, который описывает феномен. Он признает, что он не описывает абсолютную истину, а он описывает феномены, которые он видит, то, что он ощущает в мире, то, что он понимает в мире, то, что он осознает в мире. Без претензий на то, чтобы быть абсолютной истинной. И это как бы совершенно другая история. Но все-таки согласиться немножко трудно, потому что мне кажется, что и Наполеон, и вообще все эти новшества произошли из-за ослабления церкви в Европе, а вовсе не философии. Нет, ну это как бы мистическая связь, я думаю. Рафшерти не говорит «Вау», сказал Наполеон, «Умер как? Пора отделать государственный заль». Конечно, не так. Это как бы вещи, которые связаны абсолютно непонятно как. Просто вот так случилось. А причины реально, конечно, были. Те, которые были заметны на поверхности, это, в сожалению, те причины, которые идут... Ну, так вообще я понимаю Рафшерти, так мне кажется. Он не хотел сказать, что Наполеон, так сказать, рассудил, что философии уже больше не существует, давайте тогда сделаем государство Израиля. Это было бы странно. Правда? Просто мне кажется, что как раз с греческой философией и греческими идеями ничего не случилось. Они как были, так и есть. Вот. Тут происходит какое-то немножко смешение греческого и христианского. Ну, так и есть. Ведь Рим, он же вобрал в себя Грецию, да, и как раз он использовал вот эту философию для своей христианской теологии. Поэтому и ослабление церкви как ослабление Рима, и ослабление философии как ослабление Греции, которая в Риме, да, то есть это как раз вот одновременно произошло, наверное. Классно, да. У меня как бы вопрос практический. Я не очень понимаю. Как можно объяснить? То есть мы сравниваем как бы два подхода. Греческий и еврейский, да. Теперь как бы не заносясь, но тем не менее. Посмотрите, что с Грецией происходит. Это вообще отставшая страна, оставшая европейская страна. Скатилась совершенно просто на уровень какой-то задворков Европы. Как это могло быть при такой, при, как там, не житница была, как это называлось, то, что начинается? Это вообще мать философии, мать разума, мать логики. Ну как такое? А почему в практике это ничего не происходит? Ну а Рим? Рим тоже. Скаталась бы Рим, но почему стартапы в Израиле, а не в Греции? Вот почему я спрашиваю. Ну и не в Риме, не в Италии. Ну вы с Эдер? Ну почему в Греции этого нету? Почему в Греции отставая страна, а Израиль нет? Потому что греки пережили турецкое владычество многовековое. А у нас вообще страны не было? Ну у нас вообще страны не было? Ну послушай, посмотри, где были евреи 70 лет назад. Где плаверателевские еврейства. Согласен. Раф про это не пишет, но на самом деле вот это, по-моему, самое главное. Это интересный вопрос. Совершенно не очевидный. Я думаю, можно миллион разных ответов давать. Начиная с того, что вот евреи всегда учили полноут, развивали разум, они поэтому такие и всякие. Но на самом деле это совершенно не очевидно. Мы здесь работаем в Израиле. Можно сказать, они на фронтире. Знаете, что такое фронтира? Как бы граница. Люди, которые едут в такие неочевидные места, в Америку, продвигаются на Запад в Америке, находятся всегда в этом опасном положении границы, где, можно сказать, нет свое право на жизнь, где у них нет достаточно. Это всегда такие очень активные люди, у которых инициативные. И, в общем-то, на таких людях строился изначально Израиль. Которые приезжали сюда совершенно такие фанатики, которые хотели, готовы были жить в таком месте, где тяжело жить. Но, с другой стороны, потом приехал Абдул Натальевич с других людей. Это тоже не окончательный ответ. Я извиняюсь на мой взгляд, для меня это самый главный аргумент. Честно говоря, про Наполеона и про Канта. Так, но я дико извиняюсь, конечно, он вообще-то меня не слышит. Ну, в общем, на меня это не действие, честно говоря. Он говорит о Афоне, он говорит, что за кулисами то, что происходило. Послушайте, когда можно взять исторические явления и привезти Бородино, Наполеон, туда-сюда. Секундочку, а почему вдруг, почему вдруг сейчас, почему вдруг евреи решили ехать в какой-то момент в землю Израиль? Что это они вдруг проснулись? Ну, на них там повлияла, может быть, революция там, туда-сюда. Нет катастрофы, нет катастрофы. Нет, нет, нет. Процесс-то раньше пошел, намного раньше. Катастрофа – это, по-моему, уже этап. Здесь уже были евреи, которые закрепились. Ты почитай, как это все происходило. Начиная с того, что они начали там в 17 веке, в 16 веке жить в Старом Горе. Да, но они бы никогда, они бы никогда не сделали, не было никогда бы государства Израиля, если не было бы светского сионизма, если не было бы Эрцеля. Правильно, но причем здесь катастрофа, он был раньше, чем катастрофа. Потому что это все оформилось, это все оформилось, но мы сейчас не будем, все они как бы… Если бы не было Галута, Натан, получается, что все эти стартапы, они благодаря Галуту. Окей, вопрос, вопрос. Есть греческий Галут, а у греков не хватает Галута? Что, ребят, для развития нужен Галут? Давайте греков. У них что, у них маленький Галут? А сколько армян в Галуте живет? Ну что, Галут – это то, что как бы вакцина против отсутствия разума? Ну давайте отправим. А что, русская, вообще говоря, диаспора, она маленькая? Она большая, но почему-то она ничего не дает. О, ключевое слово «почему-то». Вот правильно, я с тобой был сам «почему-то». Я тоже, вот для меня тоже «почему-то». Вот для меня это самый сильный аргумент. Натан, ты скажи, Павел, что ты хочешь сказать? Я считаю, что Раф Шеркин нам нарисовал, что происходило за кадром, что происходило за занавесами. Там происходили какие-то силы, которые мы действовали. Мы не знаем, как они действовали, но у них были знаки. Вот Канг пришел, и он покончил. Не Канг, был бы кто-то другой. Пришло время этой проясниться идеей пророчества против греческой философии. И это прояснилось. И в этот момент чудеса какие. Родилась идея земли Израиля. Это знаки вроде того самого кувшинчика масла. Это еще ничего не решало, но это, когда доглядываешься назад, ты можешь сказать, вау, там уже выросли корни какие-то. А вот изгнание из Испании привело в сфат каббалистов. А вот еще какие-то, какие-то, какие-то разные вещи складывались в одну мозаику. И в какой-то момент государство витрали, поскольку пришло время, оно возродилось. Но можно миллион причин различных привести, как это все вместе сложилось так, что возникла возможность. Включая то, что Сталин вдруг решил проголосовать за это, чтобы фантастика произошла. А никого не удивила такая фраза, что победа в войнах – это чисто случайная вещь. Ну, иногда Израиль побеждает, иногда это… Нет, это не удивляет. То, что это, в принципе, можно так сказать, что победа в войне… Сейчас, секунду. На том же духе, в том же духе. Да. Карав мог в чем противоположно развить. Все победы Израиля, за ними стоит Бог Израиля. И что они совершенно не случайны, и что… И была совершенно другая концепция. Нет, секунду. Как бы он сказал, что победа Израиля в войне – это случайная вещь. Логика такая, Натан. Логика такая. Он как раз это и хочет сказать. Но внешний наблюдатель… Можно сказать, война – это случайное дело. Там подвезли, здесь не подвезли. Лошадь захоронала, уранди рубит. А то, что масло испортилось – это не случайная вещь. Что значит, испортилось? Ну, вот самое главное тут было, что это… Так оно не испортили, а что оно само по себе испортилось. И это показывает нам, и дальше огромная концепция вообще не сливания. Что из-за этого, из-за масла? Что масло не испортили? Что масло не испортили? Вот на этом как бы все построено? Нет. Это просто дроша, эта фраза, что масло испортилось – намек на евреев, которые испортились. Это ничего больше. Мы же не говорим о практической реализации того, что было. А практически была война. И внешний человек, можно сказать, победили. В этот раз им повезло. Они там, вернее, вели партизанскую войну. Римляне с этим не могли справиться туда-сюда. Мало ли что можно сказать. А вот чудо свершилось, чтобы доказать им, что это не случайная их победа, а чтобы победа тоже была чудесной. Ну, вот, по-моему, это все, что он хотел сказать. Окей. Ну, хорошо. В тот момент, но он всю дорогу. Я не могу освоить. Он доказывает нам, что главное – это победа войны, обретение национальной независимости. А чудо – это, во-первых, оно было для того, чтобы показать, что это была не случайная победа. А во-вторых, чтобы мы в Галуси сохраняли это все. Окей. Лично мне, я не знаю, как вам, дорогие слушатели, мне больше всего из того, что мы сегодня обсуждали, но меня очень сильно произвело впечатление – это действительно разница в подходе о том, что Турат-Исраиль, Турат-Моше, без народа Израиля, она теряет тот сокровенный смысл, который у нее есть. То есть, грубо говоря, кафедра гибраистики – она кафедра среди других кафедр. Кафедра ботаники, там, я не знаю, членистоногих или еще что-то. А вот почему? Потому что она оторвана, а там Исраиль. Вот это вот очень… На меня вот это произвело очень сильное впечатление. И то, что греки – греки, они… Если вы конкретно говорите о конкретных кафедрах, конкретных людях – это все требует индивидуального подхода. Вполне возможно, что кафедра гибраистики как раз очень связана с народом Израиля. Или какие-то связаны, а другие – это не очевидно совершенно. Ну, так греки тоже могли быть какие-то разные, одни могли быть святые. Могли быть, да. Могли быть, и были, наверное. Ну, просто говорится в цену в данном случае. А гибраистика – она не просто так люди этим занимаются. Те, которые выбирают заниматься торой и эгоизмом, почему это они вдруг этим… Не просто так обычно это… Ну, послушай, человек еще и нестоногих, я ничего не имею против и нестоногих. Тоже изучать непросто так. Ну, как тогда жизнь так была? Ну, у него есть привязанность… Люди фараоли египетской культуры изучают… У меня был троюродный брат, может, и есть еще где-то… Он изучал тушканчиков, обожал этих тушканчиков. Он не видел. А чем это отличается от гибраиста? Гибраист, он очень часто делает это, потому что у него есть привязанность. Ну, не обижай тушканчиков. Ну, пожалуйста, зачем тут тушканчик-то? Зачем обижать? Я не знаю. Ну, почему? Люди, которыми занимаются, они тоже, может, любят тушканчика больше жизни вообще. У нас тут общих знакомых изучал летучих мышей. Послушай, у них весь дом был в летучих мышей. Она с ними спала, жила там вообще. У кого? У дочки Шамисов. Ну, правда, бросил ими заниматься. Они надоели. Ну, вот, так я тебе что как раз и говорю, что если человек пошел на кафе гибраистики, если он там этим занимается всю жизнь, не может он быть равнодушен к евреям и… Нет, 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 конечно, нет. Окей. Бессендер, Миньян у них там есть на кафе гибраистики? Ладно, это за кадром. Хорошо. Я хочу добавить по поводу того, что Натан сказал. Да, я даже нашел цитату, которую Равширки любят повторять. То есть, трактат Мигела 15 Амут Алиф сказал Раби Леезер со слов Раби Ханины. Коль аумер давар бешер ом ром и виг геула ли улам. Каждый, кто передает слово, ссылаясь на сказавшего его, приносит избавление в мир. Так вот, народ Израиля – это тот, кто передает слово. То есть, передает Тору. И он как раз выводит мир из Галута. Если он приносит геулу в мир, то, значит, мир в Галуте. Если не будет того, кто передает это слово, если это слово будут читать там с полки в Александрической библиотеке, то мир остается в Галуте. Поэтому вот в этом как раз суть Израиля – передавать это слово, продолжать вот этот диалог с тем, кто его сказал. Вот, и если нет народа Израиля, тогда, конечно, вот все, как бы диалог прекращается и все. В этом как раз основная суть. Да? Я с тобой согласен, сто процентов. Хорошо, да. Не говоря о том, что это вообще как бы основывающее, как это, отрицание, запрещение благиата. То есть, интеллектуальное. Человек, когда он что-то говорит, должен сказать, не шем умру, а вообще-то я вот это, цитирую такого-то. Ну да, конечно. А то тут есть две опасности. Опасность благиата и опасность извращения идеи. Ну да. Если кто-то пишет, Рав Шерки говорит… Вот-вот мы тоже сейчас все время говорим. Это мое личное, это не Рав Шерки. Открыть Рава Шерки и проверить, говорил он так или нет. А если он просто, так сказать, от тебя говорит, то пойди проверь, откуда он это взял. Окей. Ханука Самех. Ханука Самех. Да, господа и дамы, мы на этом останавливаемся, переходим. Ханука Самех. Те, кто не зажигали, могут зажигать. Те, кто зажгли, могут дальше продолжать, есть кончики и так дальше. Ханука Самех. Мощная штука. Вам тоже, Лена. Вам тоже, Тимофей. Спасибо. Арина. Тимофей. 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 Тимофей.